Конкурс перевозчиков в Барнауле проведен с нарушениями. К такому заключению пришли члены комиссии антимонопольной службы, которые признали обоснованной жалобу пассажироперевозчика Агастранс. Компания обратилась в Уфас после проигрыша городского конкурса на три маршрута – 33, 77 и 121. В марте перевозчик будет обязан уступить место новой, никому неизвестной фирме. По мнению сотрудников Агастранса, результаты конкурса были сфабрикованы. Сотрудники антимонопольной службы провели проверку и установили. Нарушение в конкурсе допустил как комитет по транспорту города, так и сама комиссия. По словам замруководителя краевого отделения ФАС Сергея Скорика, положение конкурса было составлено некорректно, и в результате возникла правовая неопределенность. В частности, не указаны дополнительные документы, которые перевозчик мог бы предоставить. Кроме того, в положении не прописано, нужно ли к моменту проверки устанавливать в салонах авто дополнительное оборудование или достаточно лишь договора о намерении это сделать. Этот пункт и стал решающим в ситуации с Агастрансом. В компании закупили видеокамеры, автоинформаторы, бегущие строки, но не успели их подключить. Было принято решение о выдаче комитету по транспорту города Барнаула предписания об аннулировании конкурсных процедур, а также о принятии мер, направленных на прекращение действия свидетельств, выданных обществу Транслайн по результатам данного конкурса. Впрочем, исполнение решения, скорее всего, затянется. Об этом можно судить по истории другого перевозчика Антона Еньшина. Его по итогам такого же городского конкурса лишили право обслуживать маршруты 18 и 58 полгода назад. ФАС также встал на сторону компании, но городской комитет с предписанием антимонопольщиков не согласился. Чиновники обратились в суд. А пока, заявляет в мэрии, решение у ФАС не является причиной для отмены итогов конкурса.